Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире передача Якутск. Сегодня у микрофона редактор Мария Ким. За режиссёрским пультом мои коллеги Ольга Степанова и Василия Ильин. 5 апреля состоится премьера спектакля «Мастер. Фантазия» на основе биографии и романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. И всю эту работу, и то, что они сотворили, покажет приват-театр «Синяя птица». Сегодня у нас в гостях Игорь Вячеславович Петров, Ольга Юрьевна Ильина, артисты театра «Синяя птица» и режиссёр-постановщик, основатель приват-театра «Синяя птица» Ольга Никитична. Андреева, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Никитична, расскажите нам, пожалуйста, про этот вот спектакль, премьера которого состоится 5 апреля. Где она будет проходить? Кого вы приглашаете? Да. Большая премьера состоится на сцене Центра культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина. Почему там? Скажем сразу, мы, конечно, искали площадки, на которой мы можем показать свой спектакль, и первыми откликнулись они. У меня сразу же благодарность администрации в лице Евдокии Петровны Винокуровой, директора этого Центра культуры. И они даже предложили, чтобы мы стали у них клубным формированием. То есть мы дом обрели. А то мы были бесхозые, сами по себе ходили. Вот. Теперь у нас есть официальная площадка. Где вы можете... До этого репетиции проходили, вот, ну, как получится. Да, как получится. Где найдём место? Между нами, говоря, было время, да, ребята помнят, мы скидывались и в одном кафе арендовали, и вечерами репетировали. Вот такое было. Ну, долго рассказывать, где мы только не репетировали, везде просились. Конечно, хочется, чтобы была какая-то официальная поддержка, но пока, увы. В любом случае, в нашем разговоре мы к спектаклю ещё вернёмся. Мне вот сейчас просто стало очень интересно, сколько лет существует театр «Синяя птица» и кто её участники. Да. Во-первых, хочу сказать, что генезис нашего театра начинается с детской театральной студии Дворца детского творчества. Тогда она называлась «Синяя птица». И спустя очень много лет, где-то 30 с лишним, ребята-выпускники вновь вспомнили и решили создать спектакль. Просто так, для души, для души. Для сердца. Да. И встретили в моём лице огромную поддержку, собрались. Правда, немножко не хватало на роли, и мы со стороны пригласили ребят. И они до сих пор, эти артисты, здесь есть. Кто у нас артисты? Это люди разных профессий. Если так сказать, что и юристы, и экономисты, и архитектор. Вот у нас такая уникальная история, что первые спектакли мы создавали. К нам приезжали выпускники из Петербурга, из Иркутска. Прямо из Ленинга приезжали. Приезжали, да. И мы репетировали, репетировали, выходили и даже на гастроли съездили. Вот сразу хочу сказать. Первый наш блин оказался не комом, а это лысая певица Яныска. Очень яркий спектакль. Зрители так тепло приняли, что мы вдохновились и поехали на фестиваль в Москву. И стали там лауреатами первой степени. Среди 30 коллективов. А это международный фестиваль. Это не только города тогда? Да, этот фестиваль называется, он очень давно существует, Флинт Трамплин имени Фаины Георгиевны Раневской. Жюри и так нас тепло, горячо встретили. Председатель Лариса Лужина, народная артистка СССР. Вот. И мы опять вдохновились. И давай дальше ставить спектакли. Но я быстренько перечислю. Второй спектакль у нас был по пьесе Чехова, дядя Ваня, но мы назвали «Услышать ангелов». Третий спектакль у нас был «Жизнь человека» Леонида Андреева. Слышал? Нет, не слышал. И поэтому, в принципе, наш театр такой еще просветительский. Многие не знают произведения, а придя на наши спектакли, так им нравится, они начинают искать эту литературу и читать. Это доподлинно известно. Поэтому всех приглашаем. Кто не знает произведения «Мастер Маргарита», кто не знает биографии Михаила Афанасьевича Булгакова, там будут использованы факты, записи дневников и свидетельства современников. Поэтому названа фантазия. Хочу провести параллель между известным на весь мир произведением «Мастер Маргарита» и жизнью самого Булгакова. Показать через три минуты. Вопрос сразу же тоже, да, на засыпку. Вы сказали, что это практически перерождение, да, «Синяя птица», это вот детская... Из студии в театр. В театр. Это пришли бывшие вот эти вот... Выпускники. Выпускники детской студии. И уже за 30 лет, пройдя там, конечно, это уже такой жизненный путь, да, в 30 лет, и сказать, давайте теперь взрослый театр откроем. Средняя возрастная категория вашего... Участников театра. Ну, на сегодняшний день, если действительно помножить и разделить, наверное, 30 лет. 30. У нас есть юные от 18 лет от 20. 14 лет. Ну да, одна дебютантка. Это он просто не пишу? Вот возьмите меня. Какие молодые... Ну нет, вот между прочим, да, Мария, что я хочу сказать? Можно Машенька? Конечно, он генетичный. Мой педагог. Он генетичный. Внести ясность уже. Год семьи. И у нас получается этот спектакль очень семейный. У нас три семейные пары. Мама с дочкой. Еще мама с дочкой. Вот. Как хорошо. Мы с женой. Ну вот я говорю, три семейные пары. И еще тетя и племянница. И такие вот, да, хотят жить в театре, в свободное время посвятить своему любимому делу, который внутри у них там... Да, во-первых, конечно, все сопоставить, свою работу, свои семейные проблемы и так далее, именно с репетиционным процессом. Это, конечно, подвиг моих артистов. Я их люблю очень. До того, как вам ДК Гагарин сделали предложение, чтобы вы на их базе репетировали, практически пригласили к себе в дом, да, что... То есть это уже ваш второй дом, там, третий, четвертый. Мне кажется, участников-то еще больше станет. Ну, возможно. Потому что, да, есть и база, где вы будете репетировать, где вы будете ставить свои спектакли. Ну, вот, если посмотреть с первого спектакля, где у нас было семь человек, а сегодня пятнадцать, в два раза больше. Да. А вот этот спектакль еще хочется сразу сказать зрителям нашим и тебе. Это создан в коллаборации с Колледжем культуры и искусств имени Аграфена Дмитриевны Макарова. Это уникальный опыт. Для меня у нас будут участвовать хореографы, вот, чтобы создать атмосферу именно красоты, легкости. Вот так хочется. Работа, репетиции самая, вот, для меня, как учащегося в колледже культуры и искусства, вот, самая прям жизнь. И потом результат репетиции, 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 а потом 5 апреля на сцене. Да. 5 апреля в 19 часов. Для них это тоже огромный опыт, да, в таком мире, в спектакле принять участие. Конечно. Они будут помнить это, ну, как и я помню, очень многое с тех времен. Вот, Ольга Юрьевна, до начала передачи вы сказали, что вы... Юрист. Да. Вот преподаватель. И преподаватель, да. Ну, и еще плюс к тому, я хотела подвести к тому, что вы еще в детской студии принимали участие «Синяя птица», и спустя такой большой период в жизни. Да, как сейчас помню свою первую роль, это была собачка. В спектакле «Любовь к трех апельсинам». И я в первом классе тогда была и играла. Вот, у меня такая была живописная роль без слов, но много действий. Вот, потом я как бы росла-росла и доросла вот сейчас уже до жены Булгакова одной. Хорошо выросли. Вот. Я хочу сказать, что действительно теперь у нас уже нельзя сказать, что театр только дело выпускников, да, они отцы-основатели, но сейчас это уже большой, довольно-таки по театральным меркам коллектив, и много очень людей, разных профессий, которые вот такую любовь к театру в себе обнаружили и несут ее, да. Например, у нас много людей из университета, то есть преподаватели, они вообще сами по себе творческие, и вот если взять юридический факультет, то от юридического факультета нас двое, два доцента играют разные роли в этом спектакле, да, и с факультета экономического, извиняюсь, финансово-экономического института у нас тоже есть преподаватель, также есть магистранты, есть студенты уже других учебных заведений, то есть вот как бы применяем свои творческие способности, но у нас преподаватель тоже, он должен обладать несомненно и некоторыми актерскими навыками, потому что чтобы рассказать, увлечь в аудитории, тоже требуются вот эти навыки, нужно испытывать большой интерес и вживаться, так сказать, в то, о чем рассказываешь, и это нам прикождается, и в этом прекрасном спектакле, который я вот могу сказать, что это будет очень невероятно уникальный, очень душевный опыт прочтения этой как бы этого произведения, и это уникальная авторская работа, потому что это пьеса, авторская, в которой реализовались авторские права, скажу как юрист, нашего создателя Ольги Китичной, и там действительно много таких фактов, которых я даже сама не знала из биографии Булгакова, и это очень лирично получилось, и очень сильно, поэтому мы ждем всех. Игорь Вячеславович, а вы откуда пришли в театр, и когда вы пришли? Это произошло уже три года назад, наверное, да. Я работал, я работаю сейчас в пресс-службе Дома Дружбы Народов имени Кулаковского, да, ну и вот меня позвал мой бывший коллега Александр Иванов, оператор НВК Саха, он сейчас работает, и Светлана Кан, которая как раз в детском именно театре играла, да, именно у Ольги Никитичной, ну и вот меня, конечно, долго не уговаривали, но я все-таки когда начал изучать роль, роль была в спектакле Дядя Ваня, вот, ну да, по Чехову, и вот там роль профессора Серебрякова, и вот было время, что это, я думал, все, отказываюсь, хотел отказаться, прошло три года, но не тут-то было, тут еще, затянуло, вот, позвали мою, предложили сыграть роль моей жене Натальи, у нас там уже семей, да, четыре семьи, и все, ну вот, да, я говорю, что позвали, и тут уже это, так как мы уже вдвоем, интересов больше, мы уже начали репетировать, играть. А как вы себя ощущаете? У вас был по жизни опыт? Если у Ольги Юрьевны был опыт, у вас? Практически не было опыта. А как вы себя на сцене Единственное, на сцене я выступал в качестве музыканта где-то с с 1984 года, я думаю, уже так и выступал в составе группы Сергелях, тогда была группа, играли, а потом в 1988 году я создал свою группу, играл свои песни по 90-й год, так что какой-то небольшой опыт на сцене есть, играл музыканта, в общем-то, роль была музыканта. Вот я хочу добавить, что Игорь нас поразил своими авторскими песнями. Мы репетировали на дачах тоже, поскольку площадку летом вообще трудно найти, и на дачах репетировали, а и Игорь исполнял свои песни такие замечательные, философские, лирические. И вот когда третий спектакль «Мы делали жизнь человека», я прямо предложила Игорю на основе его песен музыкальный материал спектакля. И тут уже и авторские права, так сказать. Все уже договорено. А у вас гитара с собой? Какую-нибудь авторскую песню? Я взял гитару. Вот одно из них, там три песни звучат в этом спектакле. Да, я очень была неожиданно, ну и приятно на самом деле, что мои песни зазвучат и в спектакле даже. Одна из них называется «Сны на картине». Все мечтают без сомнения, что не говори, ночь нам дарит сновиденья, грезы, миражи. «Сны на картине» 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 Будет место всем твоим мечтам Там, там, там в мире Только на картине Будет место этим слабым снам Ты владыка всей планеты Все дворцы твои Горно смотришь из кареты На луга свои И твои стада коров Ведут на водопой И ларцы полны даров Этот сон с тобой В мире Только на картине Будет место всем твоим мечтам Там, там, там в мире Только на картине Будет место этим слабым снам Там, 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 там Ой, прям добавьте попозже Спасибо вам большое Можно я просто скажу? У меня сейчас реклама Ах! Мы вернемся через 4 минуты Буквально через 4 минуты Мы к вам вернемся Еще раз добрый день И вот, Ольга Никитична, вы после... До паузы До рекламной паузы После исполнения песни Игоря Вячеславовича Хотели что-то такое Да, я очень хочу сказать Что эти песни Игорь написал задолго до нашего спектакля А когда они прозвучали В самом спектакле Все ребята отметили Как будто Игорь специально для этого спектакля Написал Так органично было Вот И Игорь в этом спектакле Исполнил сколько ролей? 4 роли Да За один спектакль Да, я вообще думал Смогу ли Потому что опыт Был только Вот роль Серебрякова Дядя Ваня Поэтому думал Смогу ли я справиться Ну Справился Говорят, что Вроде бы справился Да 4 разных образа За один спектакль Да Это перевоплощаться надо Забегать Да Принимать другое Выходить Играть Мало того Мы же любительский театр У нас нету рабочих сцены Они сами Только затемнение Музыку включаем Они тихо-тихо Приносят Столько у нас было Приключений Мы же в Алдан Возили Эту жизнь человека Там здорово Нас так приняли Душевно И ждут еще Приезды Если Алданцы смотрят Привет огромный Привет Вот Постараемся Конечно Приехать Но это очень Как объемный спектакль Участие хореографов А их Мы не сможем Обеспечить Билетами Там Финансово Конечно Так Что хотела Добавить Я уже забыла Нет Ну вот Ближе конечно К мастеру Давайте К мастеру К премьере Да Вот ты говоришь Мистический Сам роман Очень мистический В нашем спектакле Тоже есть Эти моменты Интригующие Постарались Нашими средствами Потому что В кино Конечно Там Спецэффекты Прочие Да Вот Он очень Роман Такой Не сценичный Вроде Но все равно Люди все Берутся Есть Мне понравился Мюзикл Мастер Маргарита Очень Эффектный Зрелищный Спектакль Но у нас Концепция Несколько Другая Поэтому я Спокойно За наш Спектакль Это Эксклюзивный Эксклюзивный Материал Вот Что Еще Хотелось бы Сказать Про наших Участников Мы Подстраиваемся График Конечно Под каждого Кто-то В командировку Уезжает У кого-то Съемки Вот Уже озвучили Александр Иванов У нас Оператор Часто в командировке Ольга Юрьевна Тоже Уезжает Время от времени В командировке И вот Очень мобильно Если вот После этой Передачи Народ Придет на спектакль Посмотрит Понравится И тоже Изъявит желание Имейте ввиду Наш театр Очень Мобильный Лояльный К Личному Времени Человека Участника Она профессионал Преподаватель В прошлом Кордеона Вот Поэтому Мы всегда Используем Все возможности Наших артистов Кто Что умеет Вот сейчас Шьются Костюмы Сами ребята Шьют Мы тоже Вы все Сами Делаете Все Декорации Сами Шьете Все Сами Костюмы Да Реквизит Изготавливаем Сейчас даже Будем Обувь Изготавливать Специально Для Ешува Вот Профессионал Столько Все Тетик Да Вот я Можно сказать Набила руку Два года Я работала В Момском Народном театре Имени Тамары Константиновны Абрасимовой Ребята Момчане Тоже Привет Люблю вас Они Кстати Часть Ребят Из Момы Приехали 19 Будут Северная Арктика Ну что-то Танцы Северной Арктики В фестивале Они будут Принимать участие Вот И Там Тоже Мы изготавливали Мы делали Спектакль По моему сценарию По Шекспиру Гамлет Гамлет Две грани Жизни Да Шекспира Да Но я смотрела Только Взаимоотношения Гамлета С матерью И с Афелией Акцент Хотя В принципе Сюжет Полностью шел Но Сокращенный Для Любительской Сцены Народной Сцены Вот И там Наши костюмы Когда приехали Сюда В Якутск Зрители Сказали А кто Вам шил Костюмы А вот мы шили с Леночкой Слепцовой Она из Момского театра Она теперь Переехала в Якутск Специально Для нашего театра Да Она участница нашего театра Уже третий год Вот И Теперь переехала И вот мы с ней тоже Шляпы изготавливаем Это такие будут шляпы Товарищи Мир не видел таких шляп Вот пятого специальный Принутный шляп Да Можно ради этого Вот Ну То что мы все сами изготавливаем Ну И В плане того Что На будущее Музыкальное оформление Компьютерное Вот Обеспечение Видео Что еще Световое Световое Да Все Это в моей голове Все я делаю Как хорошо Когда Работаешь в театре Вот даже в народном Омск Сказал звуковику Сделал Сказал там Все сделал А тут все Приходится К сожалению Мне И в этом году Очень помогают Ребята вот По музыкальному контенту Игорь Саша помогает По компьютерному У нас новые приобретения В театре Василий Кривошапкин Он значит По видеоконтенту Тоже мне Собирает У нас будет активно Использоваться экран Вот Поэтому Сцена Центр культуры И современного искусства Имени Гагарина Это сказка Это сказка Наши Хотелки Мы там Сможем Осуществить База отличная Чтобы все реализовать Все свои идеи Привнести в жизнь А еще и Мастер Маргарита Да Это же такое Фееричное Можно сказать Волшебное Вот надо же Как-то это передать И я думаю Что у нас получится Дай бог 5 апреля Очень надеемся И вот К этой премьере Вот вся эта Тогда сейчас Получаются Все репетиции Вся подготовка Идет там И где вы Представите Примеру спектакль Ну да Мы еще одну площадку Молчим Потому что Мы партизанем Немножко Да Вот Но Я хочу сказать Что В этом году Откликнулся Культурный центр Сергея Лярские огни Вот Мы планируем У них тоже показать Планируем Там показать Вот И В принципе Возможно На малой сцене Сцена Алампа В Сахотеатре Ну тоже возможно Вот Потому что Хореографы 8 пар 16 человек Там на малой сцене Они Как поместиться Поэтому мы хотим Снять видео Это тоже Первый опыт Такой Да То есть Мобильный вариант Спектакля Мы можем на гастроли Поместить Просто на экране Показывается Весь этот бал Вот Где хореографы Танцуют Ну вот Вот вы приходите Когда Туда В свободное от работы Время В свободное от семьи Время Ну вот Ваша Отдушина Да Такая Вот Помимо Вот Скажем Ну по зову Сердца Скорее всего Да Да Конечно Это любовь Это безусловно Любовь такая Приходите И я так поняла Что особой поддержки Нету Вы сами Все сами Костюмы Шляпы Сами Все сами И обувь Скоро будете Ну мы так громко Конечно На самом деле Это любовь К театру Да Любовь К нашему Коллективу К искусству Театра В целом Конечно Да Вот И Я не могу Не сказать Что Театр Требует Жертв Ну искусство Требует Жертв И театр В том числе Вот про Сережу Мулоярова Нашего основателя Тоже Театр Который Виркутский Архитектор У него Своя компания Ферма вернее Да Вот Он приезжал Три года На свои деньги Как говорится У него семья Большая Трое детей Значит Вот И он Жертвовал И временем И семейными Какими-то Интересами Но еще Вот Последний спектакль Ну Как сказать Предыдущий спектакль Лучше сказать Жизнь человека Он уже Ногу сломал И он Со сломанной Ногой У нас выступал А зрители Да Зрители даже не поняли Они подумали Что Так не задумано А потом Только на покол Он вышел С тросточкой А они Так он На самом День Оказывается Так что вот Сережки Конечно Он не увидит Он в Иркутске Но если мы запишем Записывайте Если мне предоставите Я ему отправлю Конечно Он сейчас В этом Данном проекте Пока отдыхает Вот Но Следующий спектакль Думаю Обязательно Подсоединяется Он все равно Наверное так Душа у него Переживает И волнуется Конечно Он так у нас В группе Держит На пульсе Так что он С нами Вот И еще хотела бы Узнать Почему Синяя птица Синяя птица Ну Между прочим Задает вопрос Так получилось Что мы были Первыми Мы поставили Спектакль По метерлингу Синяя птица И вдруг Лет через пять Начали на телевидении Синяя птица Детские Фестивали Всякие И так далее А это мы поставили Это уникальный опыт был Я не знаю В каком еще Дворце пионеров Чтобы три года Один спектакль Держался Вот И ребята Вот например Света Кан Она у меня Ночью играла Да Вот Три года Держался в репертуаре Мы деньги Платный спектакль Сделали Фонд мира Отправляли Вот И Я спросила Ребята Вы поняли Что такое Синяя птица Они говорят Да Это счастье Это счастье И у метерлинга В каждом времени В каждом месте Своё счастье Вот такая философская вещь И ребята Согласились А давайте Нашу студию Назовём Синяя птица Птица За счастье За птицей За счастье И самое главное Несём её людям Да И нужно тут отметить Что ваш театр Может прийти Любой Да По зову сердца По своему желанию Вот прям Кто-то хочет Где-то внутри себя Допустим Я вдруг пришу Лет через пять Прийти И спокойно Я приду И буду исполниться Конечно Ну начну с собачки Потом глядишь И выросли Жены Мастер Булгакова Да Мы рады Очень свежей крови Крови? Да Крови Хорошей Да У нас вот сейчас Очень много молодёжи Влилось Талантливой И вы увидите На премьере Один молодой человек Он же сразу Главную роль Будет исполнять И вы увидите Как это было Ну это вот он ходил Наверное Ходила где-то у него В душе Вот я хочу Да И пришёл И сразу Мой главной роль Ну он просто показал себя Способным Для этой роли Вот А кем он работает Он студент А он студент До этого он никуда не ходил Нет Возможно У них есть В учебном заведении Но он сказал Что ни разу не играл Единственное Что часто Ведущим Ведущим мероприятий Где он учится Это институт Вольного транспорта В Вольном транспорте Пришёл и сразу Главную роль Мы можем даже Его имя Фамилия Олег Харьков Он в этом спектакле 5 апреля Будет Да 5 апреля Спасибо Галочка Смотрим Да Тоже преображается Потому что Булгак Всё-таки Возрастная Роль Мальчику 21 Волшебная Сила искусства Скооперируй Скооперируетесь И показываете Людям И несёте людям Искусство И ну и За первый спектакль Вы стали лауреатом В Москве Да Это вот Ольга Никитична До начала программы Рассказала Так что 300 Любительских театров Подали заявки Из разных регионов И даже стран Из 300 Выбрали 30 И наш театр Уже Наш Наш В среде 30 Только несколько Умена Так было Вот Ну Можно Объяснить Потому что В афише написано Приват театр Ольги Андреевой Синяя птица Приват Означает Частный Вот мы Независимые Да То есть Не муниципальные Не государственные Мы частные Частный театр Вот И поскольку Я создатель Мне предложили Дать своё имя Этому театру Вот И я Скромно согласилась Вот Поэтому так и называется А Синюю птицу Унаследовали От студии Вот так Счастье Да Да Мы счастливые люди Я считаю Да Вы счастливые Потому что мы И в профессии Свои профессии Любим И в ней реализовываемся И ещё И вот в театре Тоже Глаза-то горят Горят А 5 апреля Ещё больше Надо будет Обязательно Сходить Посмотреть Да Всегда Мандраж Мы ощущаем Вот это Ну Туду-туду Идёт Полным ходом Полным ходом Да Тут и звуки Свет И всё Ну Площадка хорошая Да Единственное Конечно Они Очень Востребованные Там Филармония Выступает Разные коллективы У них Много Кружков Свою работу Они показывают Зал всегда Занят И поэтому 5 апреля Мы все Придём И посмотрим Да Мы с очень Гагарина 5 апреля 7 часов вечера Все Всех Ждём На спектакль До свидания До свидания